Против Инсирио, справа начинаются за КТ Инсирио в атаке Пока что у нас только дезматч, ребят Поэтому не удивляйтесь Немножко подождем, пока команда разомнется Так, и в общем-то Для Инсирио, как ты думаешь, хорошо ли начинать за атаку Учитывая, что их сильная сторона, это КТ Ну, да, я думаю, хорошо В любом случае, это Т-карта Какая бы сильная сторона у них ни была Это Т-карта Во, чё ты подсказал, в ЕГЭ рефлеш находится В ЕГЭ он перешел Ну, для него это, в любом случае, повышение, я думаю После справа, как бы В ПЗПхе точно В ПЗПхе точно, да и победы, наверное, будет больше Хотя, там у ЕГЭ такой Лустриг лючейший, в целом, на турниках Уже где-то года они не проходили в плейвов-турнирах Ну да, как Орга, в целом, они подсдулись И результаты, и всё в целом По составу как-то поплыли Что такое? Ничего, ничего Я просто думаю, почему СТР за атаку, хотя там инсилио должно быть Ну, они пока так разбросаны Пока только справа практически зашли на карту Да, чат у нас что думает, ребята Плюс, если думать, что победят инсилио, неважно, 2-1, 2-0 Нет, давай на карту лучше спрашивать Четик, давайте так Что будет на Вертиго? Плюс, если выиграет инсилио, минус, если выиграет справа Только на Вертиго Я это имел в виду, да-да-да-да То есть ты уже про серию спрашивал Да А мне лично интереснее будет посмотреть именно на первую карту Потому что здесь инсилио команда сильная Тут, думаю, многие со мной спорить не будут Не знаю, вот Спраут У меня максимальный какой-то хейт к ним просто Говорю, после прошлого турнира Знаешь, я всяко могу объяснить Слушай, пока 3-3 4-3 Все-таки больше Ребята, сейчас именно не то, за кого вы болеете, да, на этой карте А то, кто, по вашему мнению, победит Это важно понимать То есть если вы пришли болеть за инсилио, но понимаете, что им не выиграть сегодня Спраут Допустим, вы ставите минус все равно Но плюсов больше, плюсов больше Вы все равно фан-база инсилио тут как-то крути Да Верю в инсилио, потому что так надо Ну, на самом деле, на самом деле Я серьезно говорю, что у инсилио большие шансы на этой карте Это их лучшая, практически, карта Я напоминаю вам еще раз Ну, а Спраут, да, там вроде что-то против Cloud9 показали хорошее Но я не уверен, что сегодня у них получится так уж хорошо сыграть против инсилио Как бы это забавно не звучало Так А у нас есть информация, что за альфа? Ну, вообще есть такой русский игрок Нет, я знаю, я его знаю Но я не думаю, что это он Альфа вместо Ксиоза зашел А что это за альфа у нас есть? Тот самый русский игрок, которого мы не знаем сколько Или... Я думаю, да А чего бы он за Спраут зашел? Как он с ними... Как он попал к ним, стендинам, получается? Ну, так Семюш, с вами знакомы Получается, ребята, альфа это новый стендин Спраут Да и аноны такие делаем на трансляции Альфа, гамма, бета Все наши Он же тест проходил Слушай, я даже не слышал о том, что альфа проходил тест Спраут Ну, Кси Ксиоз не очень хорошо играл Ради правды, скажем Я думаю, что альфа будет играть получше Есть у меня Такое ощущение У меня с альфа историк, как и с лаймом практически Я его пару лет назад еще комитировал на матерстве Небольшой дилейм пока у нас тут Ну, уже все ребята зашли на серже Я думаю, скоро начнем Стендин его тестит Ну, тестит, тестит Мы поняли Чет, мы поняли Вы, наверное, попозже будете Да Чуть позже, я думаю, подключится потихоньку А сейчас Что еще можно порассуждать? Вот опять-таки, насчет сторон Как ты думаешь, сильно может повлиять то, что начинает Инсилио за атаку Которую у них в предыдущий раз показать хорошую не вышло То есть, как бы, может быть, сейчас будет 10-0 от Спраут идти для Инсилио? Что нет? Я не знаю, что думать Такой матч, говорю, Спраут ее очень сильно спущает Мы просто вот имеем хорошую информацию о команде Инсилио, да? Это команда, которая за КТ играет Хорошо, отлично играет за КТ В атаке мало взаимодействия у ребят Они полагаются на стрельбу Опять-таки, напоминаю, что я предыдущий Вертиго Они взяли хоть какие-то раунды за атаку Потому что Хантер мотивился под Б-плэнт И там спокойно 2-3 фэга находил Это мы с тобой смотрели, когда он из там давал Когда Хантер с одним ганом убил Да-да-да Вот, как бы, я же и говорю, то, что Многое-многое было на плечах Хантера Предыдущего Вертиго Команды Инсилио Ну, там и пип брал клатчи, да? И даты даже клатчи брал Но именно взаимодействия команды было маловато Если сегодня они это исправили Я думаю, они смогут показать хорошую атаку Ребята хорошая аим Неплохой геймстанс Но взаимодействий не хватало С Астралис играли, да? Нет А с кем? С кем же они играли? Бейджи Академии? Нет Это были форвард Ну, с Астралис Да не с Астралис Астралис играли Сыграли талант Навин, пандас Пандас, пандас с ними играли Пандас, пандас А кто? Стой, а кто играл с нас? Сейчас я на хелтв зайду и все посмотрю У меня тоже скалерас, понимаешь? Я рыбка Просто уже Я на па приезжаю и не помню, кто сегодня у меня на стадьме играл Просто только матч, ребята, они все уже, как знаете В одной куче в голове Так Силио играли в предыдущий раз против Датчанка, Пингаген Флеймс А, точно, точно Которые как раз таки хороши на Вертигу А, они один-два еще проиграли, все, точно Да, 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 да Точно, точно, точно Меня не пускает матчап, ну ладно Ну, там инсилио на самом деле нормально смотрелись, я помню Индивидуально Ну, что-то вот иногда репики по одному какие-то у них были, репики Все, все, я вспомнил этот матч, да Что индивидуально смотрелись неплохо, но командных взаимодействий зачастую не хватало Каких-то там вместе просто пикать Как-то за рампу они плохо дрались, я помню Да, были у них большие проблемы, их там для чего-то прям переигрывали Но тем временем у нас начинается, ребят, первая пистолетка Шансы винрейт на пистолетках 40% у Спраут и 50% у инсилио Это последние три месяца на этой карте Поднять щиты за инсилио Я личный хейтер Спраут замена, да, Спраут замена, ребят Альфа, место Ксиоза Так, и у нас уже сразу начинается резня под бэкплантом Размен небольшой дэмэджем случился Лаунгс пострелял, но никого не убил Оставил красного кассела А вот и попадает этот Кселлоу Да, Кселлоу поджал, тут на характер рампу с дуалами Каждый день такого видишь Да, по дуалбериться работает, кстати, альфа именно раскинул дуалбериться Командный игрок получается Да, ну и тем временем у инсилио смещается у нас пода В четвером ретейку дрампу Нормальное решение, то есть я не понимаю Главное Кселлоу пройти, потому что страшно Он с дуалбериться не стоит Ну да, нормальное решение, потому что Кселлоу поджимал, всю инфу забрал И они обратно собирают рампу, это хорошо Ну вот это вот плохо уже, потому что 3 в 5 остались Ну как-то надо с разменчиком, ребят, вместе Как-то либо вместе даблпикать, либо под флеш, не знаю Ну тут что-то тебе шансов на заход мало Ну смотри, альфу забрали, альфу выжили, еще и стейра убили Есть информация по Кселлоу, он убивает кассела Кселлоу, еще один минус по хантеру Неужели это будет Тейс от Кселлоу? Нет, Зефон с Тейс не дает своему снайперу сделать минус 5 Но тем не менее сильная игра от Кселлоу максимально И это 1-0 за Спраут Да, как-то, не знаю, вот опять Как-то без разменчиков все сначала дали Там энтерик пода, потом они возвращаются Три рампа играют, один через желтую Как будто бы и 2-2 могли сыграть Занять вместе рукав, почекать И 2 игрока рамплей пока занимаются Ребят, насчет замены Ксикоза на альфу На ХЛТВ в ростере у команд на данный матчап Был Ксикоз, если что, вдруг И в целом в основе команды на ХЛТВ находится Ксикоз, а не альф Ну, вот так Так, а что у нас будет делать инсилю? Бомба не ставилась, форсить не хочется, с дегламента бегать и без шлемов Против хмпшек тяжело будет Наверное, стоит эко сделать? Ну, в целом, наверное, да Потому что так и позволяет делать эко после праймной пистолетки без бомбы У вас хватит там на 3 900-4 тысячи А тем временем кэфчики, дамы и господа, на данную карту 1.45 на Спраут и 2.6 на инсилю По промокоду FREEDOM на БЭДБОМ Вы можете получить 100% бонуса на ваш первый депозит Да, лутайте, матчи тем более много у нас интересных Там уже пишут бизнес начался Дефолт чат Каждая пауза бизнес, да, ребят? Говорят, у Зифона лагает, поэтому техпауза, ребят Бизнес-встреча в Москва-Сити сразу Приезжайте, там уже столик Ну, за паузу все успеем там обсудить Что кого, кто куда Есть у меня на IT, что сегодня Спраут уступит инсилю в плотной борьбе 2-1 Вот они отдадут вертига, заберут свой пик овер И на Десайдре Анубисе проиграют Вообще ничего не хочу говорить про эту матч Ну вот это именно на IT такое Это не аналитика там какая-то, да, по статистике Не знаю, ребят, вот вы спрашиваете Кого ставить, смогут Спраут первую Вообще так смотрю и И что? С команды Спраут Я бы если ставил, то прям минималочку От банка Мне так нравится, что в чате пишут, что мы не собрали фул информацию по Альфе Ребят, на ЛТВ в составе команды Спраут Находится Ксикоз, а не Альф Значит, они официально его еще не заменили Насчет соцсетей команды не знаю, что они там писали, что они не писали Но Спраут это не та команда, за которой я буду прям пристально следить Смотреть за их ростером Честно говоря, они мне не симпатизируют Думаю, что тебе тоже Да, а тут у нас инфа от Хьюстона поступила Что там у Зефон какие-то проблемы технического характера И поэтому такая затишная пауза, ребят Придется подождать Немножко поболтаем с вами Экс, Зефон, Зефон Четик, пишите, как у вас дела Какие-то интересные вопросы можете позадавать, пока у нас много времени поговорить А вот его уже и нет, все Да, все, бизнес-пауза заканчивается Все, обсудили, кто сливает в столе Нет, не заканчивается Не договорились Пятый раунд, не обсудили, кто заберется Сейчас, ребят, сек Я в эфире, что ли? Актер Да там уже все, так все поняли Бэкапчик сделали, поэтому вторая пауза поставилась Там вот так гений в чате, их не обмануть, понимаешь? Не провести Альфа из России можно и потопить за молодого В таком составе более-менее известно Да, мы знаем, что этот самый Альфа из России, ребят Мы с ним знакомы как игроком И да, для него это круто, потому что он на моей памяти был игроком аматорских лиг Но сейчас уже попал в тир-2 команду крепенькую Если он закрепится, для него это будет хорошо, для его карьеры в целом И можно уже себя проявить, как бы можно себя показать миру Это здорово Да, тем временем стартует у нас второй раунд Посмотрим, какое решение принимает у нас инсилио Берут деглы без арморчиков Угу Слушай, там придется делать еще один нек, если бомбу не поставят Там не хватит на комфортный бай, у кассела и пальта будет очень мало Ну как-то они и не закупились и по деглу взяли Ну это чтобы, знаешь, чтобы максимально комфортный бай был после двух эко-раундов, так скажем По всей видимости А может быть они, да, купят Галилу Мак-10, Галилы Минимум утилити И поехали Ой, щас пойдут фарм тут СТР Вместе с Ксэллоу Ну реально фармят фраги Пока что им ничего предоставить инсилио не могут, но это все всего лишь акарал Да И 2-0, да, закупаются у нас инсилио Ммм, там будет Галилы, Мак-10 Да, там Галилов-то и не будет, а Мак-10 будет калаши, но просто без утилити Для тех, у кого было мало денег Ну ладно, Галил для Касселла все-таки залетает, хотя там хватало на калаш, но он сделал ставку уже на утилити Но мы видим, что мало, мало раскидки и надо будет действовать прямолинейно Когда у вас так мало утилити, вы не можете позволить себе как-то файковать, занимать какие-то все точки на карте ключевые Действовать прямолинейно Да, и посмотрим, что придумают у нас инсилио Может какой-то контактик сыграют где-то На центр Да, центр, на том же Б тоже можно в контакт ходить спокойно Тут целых четыре игрока на центре у инсилио и только один люркер под аромпой Ну это не самое плохое решение, как у тебя мало гранат Он не понимает, что преимущество калаши против мп, что у них будет на центре хорошее По дистанции можно пробовать давить Альфа Альфа, ты чего, братик? Сгорел�, молики просто так Ну да, 36 HP у него остается Там чуть нервничает молодой традиция Ну да, может быть Так, выход на альфу Давайте времени примет Не получается с него Касллллллллллллллллллллллллллллллллллл сл conclude В怎 on weapon О Boggdp1п1п1 плей прорывает также ещё одну опорника ну экономики повредит чуть свою бы станет ну на 300 баксов не так уж и много но ему сейвить надо на самом деле потому что денег маловато там у с бонус 1400 посмотри у лаун все у кселоу будет мало денег не комфортно ты подожди китый смог есть а ты посмотри где игроки интеллию надо не успевают они успевают по дефать если конечно падут кселоу флешку дал просто дефает бонус в маке но нет и попадает и не дает случиться трагедии он чуть плохой смог там села на и страниц остался три минусы сделал и даже дефл бомбу это очень опасно было ну как он тут два вреда поселим с тобой уже экономику считали этот бах бах он чуть плохой смог дал видишь он бомбов даже видно да растерялся видимо села уже не молодой игрок да который может себе позволить там как-то путаться да вздрогнули сердечки у тех кто поселил интелли кто за них просто болеют таком раунде у меня есть какие-нибудь проблемы так села пока без авика а вот и отсутствие экономики по которой говорил то есть мало утилити ни одних китов нету справа отбай неполноценный ну да ну кита это такое конечно приятно но не обязательно это да когда у тебя вообще но вот моряки хотелось бы иметь навертига тем не менее стей разбирает пипа также пикается альфа и лаунс по минусу дает ой-ой-ой по всем фронтам инсилио падает уже остаются два в пять ты вот опять на рампе у них странно странное занятие инсилио как-то если на них делать выпады в самом начале или чуть в средний тайминг в ранний тайминг средний то они как будто бы не готовы к этому есть такое уже в карту подряд мы с тобой такую тенденцию наблюдаем и как-то не по одному действует нет нету размена там подсадка конечно кассело будет не так просто и и запри файрить ну да он вообще не чекал карман да ты дал минус по альфе да ты забирает еще и зефон остается половинчатый знает про 2 в кармане мольт дай накидывает пикать спину надо как-то раскрутиться полу на руках есть а прикинь пойти на бы просто было бы хорошо но он не знает что играет лаунс спины конечно тут очень сложно только мы об этом 30 секунд времени 33 хп у дата 7 по 5 но не попадает релик сел двигался микро стрейфами он переиграл датка неприятно но это нормально так всегда должен грабишь все аккуратно раздергивать плечиком как порт бежать тут кассел конечно ты знаешь не то чтобы не прочитал пацан это было бы слишком тяжело дан такого даже не просим но даже не стал чекать карман вроде дали всего один фраг пода понимает что еще должен где-то один игрок как минимум как минимум а то и два да ну ладно ну что не силе от одного калаша ей бай как вам увидели уже от них и кстати мы видели как такие раунды выигрались командам силе опять-таки хантов солдом доходил 2 ты фраг стал калаша давал ну да потом долл есть ну потом еще изгалил они такой забирали хоть и хуже скажу стреляет ну так-то да по кд у него дела обстоят даже лучше чем у хантера лтв но это все мелочи правильно так смотри тройка игроков инселью играет под рампой и двоих отрали они на центр карты распикивать зефона да и альфа уже получает по голове у нас уходит красный так зефон децентрик ну вот это все такое как лаке дегла забавно если бы он сам себя взорвал гранаты самый главный враг для команды спраут это польт который из арморчик который скалаш 100 хп а вот тебе и поль забирали он села выход на рамп продолжается стр уходит за цемент его видели по нему есть инфа его должны чекать он пытается при фаре прохожки мэта пикает убивает кассала закрывается обратно за цемент репикает снова видит польта простреливает польта но тут же пип решит хорошо хорошо было пипа альфа красный лаунгс убивает двоих спину правда и остается один пип да красные все красные очень близкий раунд от команды силю напомню что у них был всего лишь один калаш и у остальных были деглы без армора и такой вот результат еще пиво секунд может побороться на 10 быстрее сейчас на таймер его посадят надо быстрее быстрее но нет времени те будет сэйвить калаш а если такой смысл как будто лучше дирует есть смысл не знаю с бонусом поменьше чем стоит калаш а ты посмотри на день это как будто было бы выгодно попробовать их убить тоже да видимо знаешь не full инфа есть по хп то что там все трое лох и повы это все-таки нет который там по голове дал скал 10 хп тут скалаша немножко сложнее дэмэдж посчитать быть уверенным в том что ты дал там условно три хита об туловище да да он согласен ну и что счет 4 1 ну это пока начало ребят подождите тут еще ничего не понятно но бай опять не самое лучшее обратите внимание мало утилити галил в руках польта да вот у справа появляется у нас а в п у ксело это может доставить проблемах санки он хорошо стрелял савика пока первый промах фиксируем хотя выставил был не самый сложный на вот те как снайперу удобно вниз и вверх фликать вверх неудобно вверх неудобно вниз удобно поэтому и мне всегда выбрать если допустим один в коннекторе сижу закатая ты всегда можно выше смотришь но я смотрю на парик и вниз мне на 500 раз легче фликнуть понятно так посмотрите все четыре карака на пункту справа вот размет произошел 2 к даму нужно еще кого-то убивать инсирио касса забирает стейра есть информация по альфе которого стирают но нет инфы по кселоу дал легкий минус по польту и отступил назад да так хантер по моему очень хорошей тайме охотиться я охотник забирает он ксело в спину и последний среди фон которого тоже вырубает хантер это второй раунд для инсилио но все снова сыграл чистый индивидуал нет вот так хочу сказать ура наконец-то они на рампе не вот так по одному стоят убили одного у них убили второго третьего и как конвейер нет они встали толпой и разменялись ура молодцы силен наконец-то вот это вот этого вам не хватило против дачан ну кстати да и важно понимать что справа то не максимум своего фокуса отправлен рампу в этом раунде они пошли туда вчетвером да и силены стали толпой напомню ребят кто до этого не обращал внимание интелли стояли вот так один в желтом один рампе и кто стоял там яме или за траком то есть он даже не открывался они как-то все по одному прям играли хотя стоят не так уж далеко друг от друга но сейчас они хорошо заговорили сыграли молодцы с размену самое главное с размену согласен и посмотри на экономику команды спраут ребятам денег просто по минимуму есть одна м к в руках зефона альфа будет играть зиглом как и лаунгс у кселов скаут ну а стэр с м по девятым да важный раунд для команды силу все-таки можно выйти на фул эко для справа то есть взять этот а взять это не такие уж проблемы гранат нет канав нет ну а один кольт ничто по сравнению с четырьмя калашами альфа подожди пока еще рано справа хоронить потому что эти ребятки зиглов тоже умеют ставить пипа уже получает entry дэмэш так тут стер опасно так делать самом деле его могли в обратку нашлить но почему-то пип не стал того делать испугался кукарачи там бегает дропа типу авик потому что у него 14 хелс поинтов правильное решение максимальным да засвапались это плюсик еще смотри на центр то да двойка тут уже прокралась под лифты подошла связка hunter плюс да да засланные казачки у нас действует спине уже и постригают тайминг альфа выходит на кт никого не видят на меду 0 фона под эту позицию покойники покойники здорово покойники ну размен до произошел но в любом случае в пользу инсилю забегаем орки врата открыты а тут будет сейф сейф одной эмочки и двух диглов самое обидное для справа то что не сэвит два дигла этих бесполезных меня стирит падет не молодцы на теле классный колл то есть рампа байтила 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 в это время мидл толкается без гранаты честно говоря тут справа странно сыграли потому что них сидит 2б без инфы у вас 0 фона под б они бы они стоят 2б так не играется на самом деле потому что когда у тебя нет инфы под б ты оставляешь одного игрока а второго уводишь на гвардиан либо кт черить как раз таки центр чтобы а игрок не фонился но не это просто рискует потому что плохой закуп мне а смысл так делать если ноль фона но ты пикаешь шампу телесица пустая да ну видишь хотели укрепить как-то может готовили смотрели демки рассчитывали какой-то раунд то что там хантер где-то спрятался и блин ребята хантера соло не сдержишь нужно как минимум два игрока может инсилио часто такие анти-эк играли там на б допустим так что я думал какие причины есть о вебки появились подрубились вебщики у нас команды спраут отлично ну конечно не всех игроков а вот и вебки говоря инсилио отлично отлично так и фулл эко раунд для спраут играет не кстати говоря максимальный дефолт за что сразу минус реп чем играть на флэко дефолт на кид гений я даже никогда не понимать какие команды вас все дефолты с юспойно что вот ладно у вас есть меня льда а дальше то что ну да справа справа страшно на самом деле за альфу куда он попал зато может проявиться как-никак шанс ну да в любом случае уж лучше так чем оставаться без твердого команды снова сей будет сейф армора для альфы и сейф эмки с армором для зефона но стейр и ксело могут пытаться как-то под фраг сыграть под выбить девайсик вместе с ними может и альфа сделать почему нет пока что спрад просто сидят и значит подумал вот так варки включается у игроков я бы по приколу позвал к себе друга домой или попросил бы его в вывести значки улбок а вот это я просто сидел попкор хавал запрещено регламентами тебя расстроен один раз бы прокатило как раз таки а нет вебстров вебстров против справа как раз таки для инферно и там была небольшая задержка вебках сидит бокс капитан команды вебстров пьет воду и одной рукой бплайн принимает выходит в гап пикается да с этого проорали зонером тем временем фул закуп наконец у нас справа как фул не макс гранаты нету авика но пойдет пойдет вертик пойдет кузак на вертик все-таки авик такой он да можно выглядеть наказывает хантера под флэнт лаунгс под смачок сыграл действия хантера прочитал гап опасненький да сейчас будут играть за смоком у нас тут ой 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 но вот сегодня явно в ударе правильно падает еще и пип от зефона остаются 2 в 4 инсилио да пока не знаю у нас просто качели происходят но как по мне справа впереди но я думаю нет раунд дожмут но справа за сильную сторону инсилио так скажем то есть инсилио за свою слабую сторону играть для них пока все идет довольно хорошо я даже думаю то что 6-7 раундов им вполне достаточно будет для победы ну возможно возможно они как бы очень близки к этому ко что за оставшиеся 7 раундов они не возьмут 2 верится с трудом так поль убивает сялоу но есть старый который готов разменяться если что дети так скажу что у силу такой угол был в 500 раньше раньше 500 раз лучше чем польта но пульт молодец стиль бань сиро конечно же на уровне правда кассу снова не особо читает карман вот там в этот раз там было убийство совершенно поэтому сейчас там стейр уже не так сильно читался как в прошлый но все равно как-то кассал минимум фокус на эту позицию заметил до 10 секунд поль да да не не говорят раунд тяжелого взяли два в четыре не знаю справа беру 5 за кт уже подарили да не знаю не знаю надо не сильно нагонять если они хотят выигрывать эту карту мне кажется им в атаке на стоит забрать ну раундов 89 точно забываешь не сильнее за кт играют у них вспомни прошлую карту у них была ужасная так они там еле-еле 4 завтра тоже не очень сильно было это нормально было ну за рампу неплохо дрались я точно помню что за так что за кт поэтому если справа тоже хорошо дерут за рампу не знаю зато они хорошо в саде играли уже именно если могли пропустить рапу своих оппонентов но в саде их всех принять ты знаешь от разу не приходится может справа тоже верно день и заходу будет так зефон играет вместе со стиром мусора правда смог лежит поэтому он не может помочь сам товарищу это молит флешку дать пошел в риф на рамп это все слышит прокидывать молотов и отступает в сайт в братишка уже стоит на девятке так что он сделан силе под флешку забрали к селу который был без позиции там три игрока в лифта стоит пипа убивали не старая но тут же зефон врывается в сайт ретейка плент и забирает пифа это большие проблемы для инсилио так и происходит на силе остаются без позиции втроем играют с рамп и правда главное что смоки накинули теперь весь плент в смоках лаус да как так то он вышел смока двоих забрал что не должно происходить да смотри тут два момента но во первых инсили в моменте были 53 как-то просто не доменялись испугались давите вместе а справа наоборот начали врываться сначала альфа ворвался на хатшот и уже бы опорники все стянулись то есть они уже втроем их принимали посмотри как не сильно долго заходит до альфа вот у час начнет ну уже в раскрывающийся смог лаун тоже ворвал но это уже боя игроки пришли понимаешь насколько интелли долго заходили до все игроки справа успели стянуться прям в плент какого-то люркера немножко не хватило тем временем лидер по первому бистов у нас стер и хантер по два интерфрага не имеют как бы но у стера хороший кд 117 пока что да и говорю просто чуть побыстрее надо было ребяткам из интелли заходить вы же дали такие энтрики вообще классные просто сходу дали оп 2 энтри вы по 5 3 все просто доменяетесь просто давите вместе за ручку заходите все вам что-то отошел на смоки а кто-то остался да 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 разменялся я говорю вот опять у них по скилу все круто по стрельбе все круто но вот каких-то командный такой микры им не хватает в разменах где-то вместе стоять вот не хватает размена им часто что в начале раунда что в час на заходе так то все неплохо то смотрится вот чуть в аспектах таких простых прибавить и все но они должны на этот фокус сделать к дамке за собой смотрят я думаю работа над ошибками надо проводить ребята но пока у них любом случае так интереснее выглядит чем предыдущей встречи да согласен так и мы видим не самый комфортный закуп не так много утилити мак 10 для даты указал зато с в п правда без шлема да и у силу также есть авик экономика маленького обоих коллективов поэтому раунд за два кто проигрывает делает эко это мы сейчас правду зим тронут так андры из минус хорошо опять таки под играет hunter под б фрак и нашел пола укусу очень генеет как у нас был лайм да и вот хантер такой тоже своеобразный мужичок хантер пассивничать играет это что сказал лайм вообще-то двух ног просто раз как батёк вот так и делать так подожди а где бомба в туалете в туалете реально кассел тоже такое не понимать чё чё кто-то там подшутил они в коннекции лежал в перемычке вот оказался x-ray как будто в туалет закинули так ну что 5 4 но посмотрите как стоят у нас пруты они полностью угадывают ой-ой-ой проблему интсилю тут три игрока от спраут альфа убивает фольк да тут же зип фон пикается двоих забирает он но сгирает в молеке и остается даты и пип против альфы кселоу из тейра пип через центр играет говорю это были проблемки для интсилю я просто смотрю на расстановку справа ты понимаешь что они идут в такую ловушку из которой ну тут правда угадали молодцы да не было они просто решили стакать да угадали так тоже падает хороший хороший град справа седьмой раунд им приносит эти действия хотя вот опять интсилю были центре фрагом да казалось бы 5 4 все хорошо ладно сегодня справа похоже на справа да разбивать не да когда у них что-то не похоже пока альфа неплохо смотрится 6 на 6 идет молодец интересно он прям так хорошо английский знают если он евро микс пошел я думаю что да тем временем пистолет у нас у интсилю полу бай есть кормор по гранатке ну не знаю говорю начинается проблему для интсилю как по мне говорю им надо в атаке было 8 9 забрать тогда карту можно отжать а вот это смотрится уже очень плохо потому что я понимаю что справа скорее всего заберут раунд хотя мы знаем что стали пистолетики часто у нас берутся так пока что пол под центром там бустик вот это да полетели забатили алик тут дважды все промахивается никого не убивать даты и убивает кселу при этом кассу был дефона но ответные фраги от стера не заставляет себя ждать таблкил его исполнение еще и лаунс на помощь пришел да и альфа помогает да да мне нравится как реагирует справа быстро то есть помнишь когда на а заходили но как будто бы фейками да да и вот когда ну люди в инсилю должны понять когда люди справа так быстро стягиваются можно фейковать качать их бесконечно пофейковал там покидал там все позволяет да да есть команда на который наоборот вообще медленно стягиваться не просто даже не то что стягивается там парни когда только стоит да мне все равно уедут свой плент свои дела уже бомба выбита в саде допустим и не сказать что это неправильно на самом деле ну с разными командами на по-разному играть подстраиваться согласен так откидывать смочки у нас такой чисто появится суппорта видимо в команде занял видишь смоки накидает и флешечки дает и девайсы дропает на дропах чист да 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 слушай зайдешь там за стенденит просто некому дропы кидать но такой да без проблем ну нет мы все шутим ли я понятное дело но на самом деле есть такие роли саппорта в команде кто чаще там с фармилку может играть тропает ганы ну говорит давать фармик вот тот же бумач да из примера ярких так что да у всех свои роли в команде и свои позиции кому-то чей позиции удобнее с фармила играть а кому-то на дальних позициях с фармы никак посмотри какая хитрая позиция у кселу он просто смотрит выход из кармана на рампу а на это все дело battle стир но правда проспал кселу что ли мужик вставай а вот там справа времени у тебя желтые прошли алло спорат уже ночь хэй вайка так вот разбины в сайте идут в красный пульт при этом альфа тоже красный но сейчас 4 4 целью она все игроки справа здесь конечно же день да ты посмотри сейчас бы люльки для какого-то насилию очень долго заходит так вязка не знаю насколько это правильно против команды которая стягивается секунду смены летят и по итогу инсирио забирать раунда медленно до вязка но раунда выиграли это главное хотя если бы кассал чуть-чуть хуже пострелил раунд можно было и проиграть до села у я не знаю реально уснул но это все равно пока мало 5 в атаке а так и все таки сильно страна ты посмотри на экономику справа тут как бы три по массе когда денег 0 если этот раунд забирают насилию то следующий играет антик ну как антик там форс будет конечно же ребят но там будет потенциал 2000 будет купаться справа случае про раундник полтиннику же даем 3 нашел на молодец полтинью это важный вот эти два раунда будут супер важно для инсирио здесь 55 раундов зато на вертика но это смех не но из такого тоже можно камбач но тяжело намного тяжелее кассал хорошо ребят собраться вместе пять в три ситуации просто зайти с размену дальше нужен нужен мид колл просто всем вместе на один план хотя ну можно ли 1 ли руки расставить вполне можно в этой ситуации почему нет да не надо вы собирать все вместе вот хантер красный просто на широку выбегает все есть инфа позиции остальные выходят разменивать все зашли ничего сложно есть риск того что сейчас зефон спину зайдет на довольно быстром тайминге его могут не ожидать что там пока не очень сильно газует ну вот-вот начал движение уже крадется ну думаю один должен остаться спину смотреть никто пока спину не смотрится совсем но тайминги не таких не смотрит как осматривает это очень гранатку даст должен забирать спину так да действительно к слути к и еще и падает хантер красный 20 секунд ну ребят дата с меда уходит обратно какие проблемы то у интеллию 20 секунд надо как-то бомбу ставить зефон еще и люлька на меду читает падает поль то ставится пипе пип только в сайте и его забирают да что ж это ужасно 5 3 3 в ноль ну пацаны да даже можно без лирка но в пятером идиоте вот в пятером идиоте ну тут у кей касс просто не убил ну реально он с клашом должен был переследить фамас несчастный но не пошло у него но просто но 5 3 ты выпускаешь красного хантера говоришь бро братишка выбегай на инфу все мы тебя меняем зашли флэнт не так и было он выбежал не важно даже если бы там было бы три игрока не важно но как будто люльки это уже лишние тебе просто толпой зайти до меняться все все так он главное понимаешь он не пошел дальше люльки вернулся назад ну да это тоже самое странное ушел уже до конца бы тут я учитался другой а он читался ok но все равно иди уже до конца тогда уже дайте обратно такое не знаю хантер мстит и зефончик увешает жесткий хэдшот снова есть энт и фраг за интеллио как ним воспользуется давай смотреть на большие напорник не знаю как они воспользуются ну кстати бы опорники оба живы поэтому нет формации унсили о том что они имеют бы плант ослабленный ну посмотри один вид 3 а 5 3 они не воспользовали что-то тут было 5 4 уже 44 до до ребят согласен до игровки какие-то услуги сильно хромают формат ну я говорю вот они играют неплохо смотреть читаются как же не читаются стреляют они неплохо справа нажал впереди пока что как были дать они тогда на этому же вертига так и справа я говорю не хватает просто разменов во всех аспектах не хватает им разменов все игры в ну да на заходе в плент не знаю на раннем тайминг они рампу занимают тоже иногда ну вот в прошлый матч салили вообще не хватало разменов по одному люди играли так в целом все ребята неплохо играли сал нет видел видел колонну дал информацию тиммейтам промотился в смоки его читают стр нет не читает стр падает план тоже падает был план пустой и можно идти ставить бомб молочи на кассов важные фраги там проблема в том что кассов красный и hunter 1 то есть без без дата hunter как 11,3 не забывай ну тот же верно стрельба у этого молодого человека точно в порядке слизер number one альфа вышла прям на прицел hunter прям очень стабилен уже так скажем потерянный до 96 ну в целом неплохая половина для инсилио забрали минимал очку увидев шести раундом не можно цепляться у них кт сильнее так как 60 процентов эндрейт за кт что ты просто цифра опираешься да нет это такой бред да я на прошлый матч опираюсь они предыдущий матч взяли 10 за кт и 5 в атаке да это просто не знаю там расслабились датчане что сказать тут ну карта 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 т но есть команды играющие лучше за одну либо другую сторону не знаю ты же не можешь так говорить как тебе объяснить то есть они же со справа конкретно не играли ты же не знаешь как они с потому что с ним за кт 0.0 у нас кэфчики 1.40 на спраут 2.8 на инсилио на эту карту друзья а также не давайте что наши трансляции смотреть комфортнее всего в клубах bad boom до настоящих клубах где вы можете прийти и сделать ставку с кайфом на комфортный диванчик и на крутом телеке просто там плазме лютейший посмотреть а еще и получить промокод кибербб позволяющий вам получить фрибет на сайте подбум да лутайте ребят везде фрибет увидеть у нас и в тире и в клубах халява для вас да и вот винрейт у нас по пистолеткам 43 на 47 да ну целью поинтереснее эти команды были послабее конечно против них играющие мы видим что тоже два долбельца не закупают дата раздропал для своих братишек но касса погибает пытался он по флешку пикнуть но ксела устоял анти флеш врыв на плен пошел моментальный нужно как-то дефаться хотя бы фраг дать дата убивает лаунца но дальше его грузу с двух сторон хантер справляются ладно хатер упал пип тоже падает большие проблемы что пип погиб да опять ну камон 4 в 3 пип мит пропустил просто в упор и все до 4 в 3 ну по факту так было 4 ну размены пауза вот именно пауза 4 в 3 и 1 в 3 ну нет все одновременно открылись вот если бы взяли пистолетку там же 99 читай было бы с кайфом классно а теперь справа преимуществе да это 10 6 проблемы говорю да проблему силе но сейчас именно зефон зарешал который обошел через центр он забрал сначала кого-то пипа 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 в мэне ну ладно об этом попозже сейчас а кэф щеках 11 13 на спраут и уже 5 и 3 на инсилио ребятушки напоминаю что на бутбум для вас есть 100 процентов бонуса на ваш первый депозит по промокоду freedom так ну справа бай на самом деле такой половинчатый если бы делали форс инсилио мы были бы и хорошие шансы убиваешь калашников и дальше вообще и разыгрываешь но там флагом там юспики голые если на флешку даты не забывайте что турек от бка контор до напомнию будем ребят и как контора боя был так пиши сразу бро не просто от бка конторы а от бка конторы бкбом лучше на планете вот так бро next level троллинга пиши полностью ты чё ж ты непонятно так ну кстати дефолт играет инсирио как бы цитана не звучало данные спах стоят 23 вами 3а зефон убивает кассала разби на там не последовало зефон просто пошел назад но леги проблем должно быть но фулл юспы ночью да да хотя бы фраг бы дать и да контр забирает зефона вот тебе хотя бы фраг войнс как просил получается фри беты будут в перерыве ребята у нас там будет тир и споллера до после карты не уходите там для вас будет развиваться фри беты но об этом расскажем позже там каждый из вас может выиграть все по прибыль если делать все правильно но это же один спраут как-то прям разрыв увеличивается и увеличивается такими темпами инсирио скоро не будут иметь право на ошибку как бы у кота экономика тяжелая до стоит девайс такой-то проиграть там или выиграть пара девайсных с выживающим одним игроком а потом проиграть девайс и все денег нет справа таки ребят что можно сделать я вообще смотрю вот но это вот обычный справа могут включиться фишечные справа так сказать но сегодня пока без без фишечных справок мы по всей видимости хотя за другие карты пока рано говорить да так и закупаются у нас инсилио hunter будет играть с мак десятым мы обратим внимание он решил не докупаться девайсом и пограет с фомайсиком но остальные же ребята купили себе сайленсера текст какая больше нравится м4 а4 или ну я всю жизнь играл без глушителей с всю жизнь потом из-за цены еще там чё-то хан труд на мужчину просто пикнул чифу блайн поймал но тем не менее убил но я так говорю вот так альфа есть размен поиграв кс-2 глушитель москов все будет играть с к ну я думаю там будет нерф опять-таки там даже непонятно откуда стреляешь вообще да да вообще непонятно откуда то лишь поэтому там сделали рабочие глушители так посмотри у нас выход от справа на плент а пока два опорника даты надо бы сместиться помощи мы этом кассу очень больно остался он красный и все уже все игроки инсилио на а планту да но еще целая минута времени а раскидок это 0 стр подходит смог и падает ой 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 ну что ж такое ребята а чё тут просто пик доверился кассу ну да 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 доверяя ну проверяй бро и как бы опять таки стоит почему-то первый кассал заметил первый начал по нему стрелять учитывая что кассал красный и сэмка в руках там кассал спасала только если бы он первый начал шить как-то и счет у нас двенадцать шесть да денег там ну там может и будет на бай если за свои два девайса опять-таки hunter снова с маком сыграет собак до хантера единственный был с маком и хантер единственный сделал килл это правда а next у нас еще и оверпасе да ну на обере я думаю справа посильнее должны быть особенно если выигрывают пертига довольно легко hunter не стал ставить маг десятый по мне стоило там все равно армор есть армор не армором маг ну да ладно вам просто мог бы айвик скин понимаешь сэвил бы макс кинул гавик да и почему нет вопрос почему нет если нормально было характере и после этого раунд проигрывается да но тяжелый для нс или оппонент как не крути на 20 сидит за кт-корвард гейминг на 20 на 02 пока что ожидают и недавно я вроде бы видел как консилю и форварды сыграли на другом турнире 112 серии стоп то есть как бы команды равны так что если эти две команды встретиться на 02 рубка будет лютая за выживание групповом этапе да тем более он форварды конечно вчера свой матч подарили да это точно так мы что у нас пока что играется и к раунду от одной эмочки погиб уже пип пытаясь добыть entry фраг справа вообще не спешат и готовится подбегать она b1 hunter или целый hunter вот в чем вопрос ну тут не он так близко подходит что сейчас будет и не не подожди просто наживает не повезло если бы не нашли его он мог бы раскрутиться там на самом деле можно ошибочки оппонентов какая флешка просто залетела под неё стоит работает убивает двоих этот тринадцатый раунд для справа тут уже шансиков у инсилио все меньше и меньше да 7 раундов все-таки разрыв между коллективами последний шанс как для по мне для инсилио сейчас многие наречики фкс говорят что вот именно пока враг не взял 14 раунд шанс у тебя есть но как только он берет 14 у тебя уже идет моральное давление и шанс у тебя гораздо меньше становится да тут все 15 5 5 шагов у hunter 5 ну реально машина машина для entry фрагов тут если они проигрывают а прикинь и лайма и хантера в одной команде это все у тебя просто можно пока встать они по-любому либо бельба вскроют там да так ну вот есть антреки от кассела забрал он стера на рампе параллельно хантер оставляет лох и поум лаунгса флешка летят хантер пытается подсейвится смог пц кидает его уже дужит лох и поум лаунг простреливает хантера хантер и смока по звуку ориентируется убивает лаунгса да и ситуация 2 в 4 у нас не знаю хантеру надо максимум жить но так и делать закончится да можно ложку пикнуть к селу к нему просто не пропустила вот молек это проблема потушит его потушит его хантер пик молодец он был и так каленый 200 процентов из этой ситуации на самом деле многие игроки бы они даже 1 бы не убили лаунгса потому что к этому дому находишься тебе сориентироваться по звуку и нашить кого-то просто невозможно да позиционирование свой прицел это не понимаешь как высоко у тебя находится низко но это шанс и так скажу вам ребятки для инсилио корейство нет раунда давали это уже 15 но это жестко было очень сквозь дырник навестись а потом еще выйти к села в молеке убить до 30 хп град с хантер но надо все равно браться надо брать серию одного раунда это мало возьми сейчас раунд спраут такая же картину не будет 15 потому что пока не подряд не возьмут им нельзя неравна проигрывать потому что денег очень мало хантер убивает лаунгса альфа разменивает да и ситуация 4 в 4 уже неприятно и тоже получает дэмэдж по себе тяжело-тяжело идет услышал услышал прыжочек с реагировал моментально поставить спасел не подставить за ребята ну четыре в три же будет есть как по всему параллельно зефон бывает кассово адапты нужно смен даты дает этот размен и 22 и там красных силу а можно раунды забирать к селу хоть и красный он с авиком поэтому чуть нивелирует это чуть-чуть тогда ты на гвардии молик полетел плент пока что справа просто ожидает какой-то ошибки у кселу есть смачок клач за игру для интс или на самом деле да не то что прям за игру я даже так не сказал потому что если они выиграют они еще игру не выиграли но если проиграют это уже кг так ну просто сели просто сели создали фон что они могли уйти и заставляют час даты и пипа разделяться но я думаю не поведутся на эту провокацию нет они все-таки ведутся дата уходит на мид и пип остается на бэв соло до 30 секунду атаки ну неспокойно вообще лол заметил заметил ручку хорошо не подставляться рифом вышел опасно еще было если бы кселу зумил так эту даты альфа 1 на 1 и пип все-таки выигрывает ну вот тебе восьмой да живут живут инсилио ребята поднять щиты где вы где вы фанаты инсилио я вас не вижу в чате правильно где лютая давайте щиты те щиты где вот это google инсилио номер ван рейчел вперед где это все немалко ребят не самые легкие плач разыграли где поддержка снг команда ребята так ну что и последний день последний экономика для справа если не бомбы не поставят то закупиться комфортно у них не получится просто будет сделать бай от двух калашей на самом деле но это тоже не самый лучший бай до отца эмоции лучше джентелла так снова у нас размерные утилити на рампе пытается найти но там никто не подставляется вот справа тоже таки неприятно да просто пережидают все смоки инсилио не могут себе позволить запушить как-то делали например дача не до пиццы контроль и заставить ретейкать яму как нормальная тема так ноги играют мы так тоже делали ты подходишь по тропу просто слушаешь смоки там все слушаться стараешься ношить смоки и потом просто даешь флешку на ретейк смог желтую все или молек все спокойно отжимаешь без каких-либо проблем так ну тут уже кассел с айком подошел на рампу предпошел кассел забирает альфа нужен еще какой-то килл но падает поль из касса 4 4 касса понимаешь там уже вражеский снайпер опасно пикать выход пошел по флешке как же не повезло села убил кассела а стоял пикался там лаус ты понимаешь он прикрывает другу гребята ну и проблемы для инсилио не проблемы с деньгами никуда не ушли и поэтому проблемы с раунд основе начинается но это 15 для справа как будто бы до максимальную инсилио поэтому придется делать эко если делать форс я не знаю шансов мега мало нужно какой-то болевой кол тогда на форс байда чтобы что-то запушить как-то вместе сыграть добыть энтри фраги разменяться как будто 15 8 я бы на месте инсилио допустим я спрятан я бы заколю форс я тоже не что-то как будто бы 7 раундов не верится в таком контексте игры как будто бы форс 4 а сыграть типа если ломать то сейчас и что-то придумывать да молодцы инсилио я думаю это хорошее решение они сами понимают что 7 раундов в ряд как этим по девятых как-то за кт взять не получится м башку мне и моим братьям да нормально хорошее решение хорошее ну посмотри они играют 3b нет 2 мид 2b и 1а ну да угадываю то что им делать с этим закупом либо играть какую-то агрессию раннюю либо угадывать вот тебе уже и агрессия на миду зефон урубает даты понимает что близко пипа просто душе дата летит на плюс фэп луют хэдшот пип нужно как-то жить хэлпа есть и про пипа тоже значит тоже будут забирать его справа еще тень видно раньше подожди подожди кассел жив кассел цел если он каким-то чудом ксела убьет можно и раунд забрать но нет ксела уходит перемычку зумом себя спалил именно поэтому кассел отошел взял каваш и сейчас пойдет на центр 3 в 2 3 в 2 полтень его хочет девайс поднять а чего такие ребят инсилио все таки вы должны понимать команды разный уровень команд как бы обидно это звучало одни играют на тир-2 сцене уже три года но это справа у инсилио только когда у нас три месяца на холдв попали да я про это и говорю так что чё ухейте для своего времени игры на холдв инсилио играет великолепно ребят справа конечно баг команда они могут вообще заруинить все что угодно и все не знают какие-то кинты но тем не менее там играют опытные игроки да тяжело тяжело погибаются игроки инсилио 15 8 денег нет поэтому придется делать еще раз force но 7 подряд верится уже реально с трудом как бы мы инсилио не рейтили но здесь пахнет победы от справа да денег опять нету понятное дело прошлом был force придется опять говорить force но это правильный был и игрушки плох не я бы также заколил да многие многие бы также решили потому что как ни крути но то что ты будешь рассчитывать на 7 раунд подряд это уже не дисциплина это уже сказки так лаунгс подставляется помню хантер также сыграл и его также лаунгс убил вот точь в точь один в один так ну что 5 4 для инсилио а может зацепимся флешка была не лучшая стейра остался красный размина пока что нет и добивает стера и отступает назад 4 в 3 все равно плюсово для кт а теперь вспоминаем все раунды которые отдали инсилио 5 3 4 3 где у нас уже зефон нет не зефон альфа зефон еще на миду я вижу дата чекает да ты хитрец добрался жал капитан пульт искал ребята еще центр не чекается центр могут пройти поэтому будьте как так силу савик вообще до 1 из 7 забрали осталось 66 по поинтов на отыгровку один не кончились деликой через спраут я уже заспорил сам себе не будет форсить потому что их 5 400 и 6 300 есть у кселу изи фона антон стоял двиг там еще не кончится там будет нормально бай я вот именно не обратил внимание то что целых трех игроков было 5000 мы видим что лаунгс у девайса не досталось он играет только с деглом и одной флешкой идет подбой кошмар после рациона готов убивать просто все типа че дуя подошли сюда на 2-3 фрага за инсилио пульт и пип справляются с альфа и стиром до ситуации 5-3 надо же мать только инсилио это уже будет второй подряд раунд у станица 5 до тех кто на тв поставить да ты предиктал табешку сюда предикт да я знаю поэтому инсилио потеют за твое предикт ну вообще 6 такой же большой разрыв тем более ну по идее не должны это забрать и 5 раундов с тем учетом что на эксплу пестики и там всего лишь то два закупных будут хороших ну то есть да шансы реально есть звучит неплохо что если еще был 14 9 20 была бы гораздо приятнее там у вас есть право на ошибку так конечно тяжеловато но видно что да как будто бы наоборот открылили сенсилио все они скинули себя всякого вы поняли что один раунд остался игра смело не бояться проиграть ой хорошо подбек а тогда отыграют конечно к силу врубает катан здесь уже вся команда их села нужно убивать пятерых чтобы выиграть раунд а тут такого не произойдет да и остаются без денег ребята справа вы должны играть с пистолетами а может форс справа умеет так делать без шуток они могут сейчас форсануться а потом еще раз форсануться потом такие ой смысл 15-12 мы без экономики но нет это все-таки дисциплинированное решение сделать полноценный к раунд покупается только одна флешка не более того в чате пишут объясните что такое т.б. тотал больше бро на бутбуне заходишь ставка такая что будет больше или меньше определенного количества раундов пример 26 да ну все в основном 26 ставят для самый популярный т.б. надо чтобы еще был 16 11 чтобы было т.б. либо штат 10 и менее было т.м. а у нас hunter флорми траги и да не есть но не то есть не получается сделать дата помогает hunter покушали покушали к вкусно 4 4 раунда до овертаймов чат плюс если мы хотим овертайма игру это два за по плюсу скинулись все кто хотят овертайма два закупа инсилю отделяют от оверов две хорошие такие закупы сейчас выигрывают девайс на 15-12 выигрывают эко 15-13 выиграют снова девайс на 15-14 и потом играют против 3-400 бая ну да игру два хороших закупа отделяют два хороших и один средний вот так вот главное бомбу не давать ставить иначе там будет 5 за четыре раунда так под б хантер отзонил своих панетов хорошим молеком здесь готовится ретейк б рампы и снова снова все ложится напрячь хантера хоть и параллельным тиммейтерам не стоит погибать и попасть очень пикается мог бы по голове получить продуманную пульку сквозь этот дым ребятки покажите нам план там дела поинтереснее обстоят там сейчас хантер задат и будет принимать выход четырех игроков и это опять таки на раунд будет выход хантер нельзя падать выживает он опасно опасно хантер действует на грани тут вот этот смог он просто отличнейший в него так и никак выйти не может на не очень неприятный так ну всегда знаешь смог через мог по голове можно путь а ротация пошла там ретейк рамп таки здесь играть пип вместе с пальтом пойду в 1 2 полетели к это работа пицца 4 забрал но пау пип хоть тоже погибает хантер дает минус по лампу и последний остается к силу по которому есть информация нельзя нельзя такое дать ребятки и 1 3 молодцы тут даже не не пахнет помой понимаешь даже не пахнет по-своему хорошо хорошо это знаешь молодцы молодцы 15-12 тем временем песк армор будет справа где-то знаете по классике жанра вот команда ну я не только про интеллию говорю а вообще вот это комбатч 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 и отдают самый глупый раунд так писти на фарвардов насмотрелся не так всегда происходит это прям классика жанра в принципе да я с тобой соглашусь вот привет на вот такому закупку ну кселоу деньги на авп будут из неприятых новостей для инсилио в следующем раунде кселоу купит авп независимость независимости от того будет ли поставлена бомба при этом всем там бонус 3 400 там очень много денег заработают спраут этим мекараундом от того что не все игроки сделали один кабай то есть он у альфа 1700 у зефона 1600 это будет у них по 5000 кассов такой темноте сидит раньше к этому начинал карьеру в 16 я тоже любил в темноте играть а потом когда со светом привыкаешь играть уже не можешь без него как бы это странно не звучало знаешь я вроде знаю все кнопки до расположение кнопок но с этим все равно как-то приятнее ну да а вы ребят напишите в чате плюс это если играть со светом минус если full темноте вам нравится зефон кинотул строго типа уже центр даты дали пока надежно фрагов у ю ю ю нюш антракрас то было страшно потому что если он упал 22 там девайсы подняли по моему поставили ретейк не самый простой был бы и тем более что петь это экономика была для справа там бабая подряд если они бомбу поставят пульт крадется крадется и забирает стоера в спину 15 13 мы близимся к овертаймом да все верно ну вот нужно еще еще один девайс не забрать полноценный а дальше не лучше бай главное опять таки что правильно не дать поставить бомбу не только выиграть раунд но и не дать поставить пачку все верно вы все в темноте любите играть все в темноте играют серьезно но видимо мы с тобой особенным не я раньше тоже так играл бы это наверно такая тенденция пошла из компьютерных клубов что там постоянно темно и ты так и дом тоже привыкаешь играть а потом как-то светом наоборот прикольней как-то бодрее себя чувствуешь что ли не засыпаешь ну да это уже пятая официалка за день так ну ладно вот тот самый знаменосный девайс раунд который расставить точки над и будет ли у вертайма или нет хотя если справа поставить бомбу я напомню будет еще один девайс и обратите внимание у альфа 300 долларов у зефона 500 50 это позволит купить калашников и обоим игрокам следующем раунде правда без утилить да все верно у нас ставится пауза а если у нас информация это тех пауза или тактическая пауза наверное техническая я так думаю да есть время глотнуть торнадо если вы подостали ребята самое я бы даже сказал время глотнуть торнадо взбодрится игрокам взбодрится нам чтобы лицезреть эти у вертаймы но я очень хочу доп и жесткую игру сыграем давай ну там же один из вкусов ну типа я называю ты называешь я называю и по как давай 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 начинай манга потому что на столе стоит конечно давай кактус скилл баба айс шторм кофе плату ты сказал нет баттл актив чего актив есть такой вкус чего ты чё забыл вкус актив то есть что такое не видел есть такой есть такой он на самом деле мне лично не особо нравится мне самый популярный раз были чё новый новый анонсировали до анонсировали на сайте если у нас в рекламе говорится один из вкусов это 12 я жулик жилье я должен был выиграть так ладно у нас сыграю играется поэтому давай смотреть да ну что интеллио фейк камбэк или не фейк и пока что ты справа то не прям я бы сказал так попросили на кое-что уже аккуратненько ползают по карте но вы ребят не забывайте что энергетики это все круто вкусно но не зло употреблять да не более 1 банк в день как написано на конечно конечно и каждый день тоже не стоит так ко мне порой гарри где целый год практически своей жизни пил по две-три банки энергетику вот и чё это очень плохо да я знаю я зато остался живой хорошо а тем временем 5-3 ситуация да вот польт и хантер не остались живы после таких пиков от справа ты теперь ситуация мега тяжелая для ансилио ой хорош пик даже нашел важнейший размен этот момент теперь нужно отойти живым хотя все еще меньшинство хотя все еще нужно искать где-то этот самый килл ну что за фейк камбэк подожди еще еще не фейк еще можно раунд забрать они не стакаются на бэди не угадываю я вот уже смотрю парни парни позвони позвони к польту позвони скажи пусть найдет а вот убираю стиве или трубку быстрее пусть заколит на тиммейтом стакнуть там сфаки уже летят должны понимать по смокам то что это будет аплент но нужно моментально родаться без сомнений ребят без сомнений нужно бежать на но там сомневаться игроки видишь они стоят до сих пор уже два смока в пункту и только пошла ротация у нас аддата это будет слишком долго бомба ставится тяжелейший ретейк выпадает на плеч игроков инсилио 3 в 4 придется как-то выбивать аплент как же я играю с этих комментариев после бауза будет был дали указ лид раунд дали указ дали указ да ну тяжелейший ретейк я не знаю что придумать инсилио да как будто бы тут тяжело что думать 20 секунд парни никуда не выходят времени все меньше и молек есть на бомбу да пробует пробует как-то играть не вам не считается флешку лаун собирает первого сберет второго и остается последний красно просто ниндзи дифьюз 3 2 но нет это гг справа забирают версии